Сегодня в Новополском лагере Комета оживление. В гости к его воспитанникам приехали представители пассоу номер один Нафтана. Конкурсная программа, показательные выступления спасателей и в конце обязательное знакомство с пожарно-спасательной техникой. Дети в восторге, хотя им грех жаловаться. В лагере Комета жизнь насыщенная и очень активная. У нас предусмотрено ряд хороших развлекательных мероприятий. Это фестивали детского творчества. К нам приезжают выступать пограничники, приезжают лазертак, приезжают шоу «Рыцари» и получается фактически каждые 2-3 дня дети получают какое-то насыщенное такое мероприятие и в результате морально-психологическая обстановка в коллективе у детей я вижу прекрасно. Ну и хочу сказать спасибо родителям третьей смены, потому что эта смена очень дружная. Дети дружные, дети веселые и они сами делают себе свое веселье. Они молодцы. Мероприятие мероприятиями, но основу отдыха ребят в Комете составляет активный разнообразный досуг, направленный на укрепление здоровья. Здесь актуален подход солнца, воздух и вода. Вдобавок к этому в лагере созданы условия для развития спортивных навыков ребят. Работают физкультурно-оздоровительный комплекс «Два бассейна». В этом году установлены уличные тренажеры. Есть возможность позаниматься волейболом и футболом. К нынешнему юбилею материнно-техническая база «Здравница» еще больше укрепилась. Поменяли до 80% игрового оборудования. Это заменены у нас большие игровые комплексы, скамейки, качели и так далее. Запущена наша новая летняя крытая киноэстрада, которую прозвали на Комете Комет-ареной. Закуплено игровое оборудование на ФОК – это аэрохоккей, мини-футболы. Это дает возможность нам проводить мероприятия, в том числе в дождливую погоду. Но не только спортом единым наполнены будни отдыхающих в Комете. В лагере работает кружок умелой ручки, а также вокальный и хореографический. Здесь поют и танцуют все ребята. И это в том числе заслуга воспитателей. Их на третьей смене порядка 70. Все активные, творческие, любящие детей. Специально к 55-летию лагеря педколлектив Кометы запустил новый проект по тимбилдингу. Это не просто игрно-командное образование. Это целый фестиваль по возрастным группам, когда игры, эстафеты, флэш-мобы проводятся именно по трем возрастным группам. Это находит очень активный отклик в душах детей. Детям это очень нравится. Участвуют максимально активно все и очень довольны ребята тем. И действительно мы видим совершенно другие глаза, лица и совсем другие уже коллективы. Это уже готовый сплоченный отряд после такого мероприятия. На третьей смене в Комете отдыхают 376 ребят. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 40%. И неудивительно. Однажды приехав в Комету, мальчишки и девчонки находят здесь друзей и интересный досуг. Поэтому снова и снова возвращаются в лагерь. Я в лагере не первый год. Я езжу сюда пятый год. И вообще мне очень нравится здесь находиться. Здесь очень весело. Я нашла очень много друзей. Очень много за все пять лет, которые я была в лагере. Ну, мне очень нравится. Тут много всего веселого. Больше всего мне здесь нравятся дискотеки и играть в пионер-болл с другими отрядами. В лагере я нахожусь уже в восьмой раз. Мне здесь очень нравится. Ну и больше всего, конечно, мне нравится находить здесь новых друзей, встречать старых. Также нравятся дискотеки, различные мероприятия. Особенно тур ФДТ и тому подобное. Третий раз уже в лагере. Восьмой отряд. Очень нравятся воспитатели. Мы танцуем, выступаем. Здесь все нравится. Поставили много-много всего. Сцена красивая, большая. И все очень нравится. В связи с эпидемиологической ситуацией лагерь закрыт для посещения родителями. А чтобы последние не волновались, в комитете организовали отрядные чаты в мессенджерах. Абсолютно все родители имеют телефоны воспитателей. И у нас налажена обратная связь. То есть родители получают фото, документы, видео, информацию обо всех режимных моментах. И обо всех отрядных и общелагерных мероприятиях. И надо сказать, по отзывам родителей они отмечают то, что это дает наиболее эффективное получение информации, даже в отличие от посещения родителей своими детьми на территории лагеря. До конца третьей смены в комитете остаются 8 дней. Каждый из них будет насыщен мероприятиями, которые обязательно запомнятся ребятам, как и всему коллективу лагеря. Ведь 55 лет бывает только раз. Анна Ободова, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда». Продолжение следует...